Встречи проходят раз в неделю в Никитинской библиотеке. Пенсионеры, входящие в группу активной долголетии, сами предлагают темы, которые их интересуют. Каждая встреча вдохновляет на творчество, открывает новые границы, помогает с оптимизмом смотреть на жизнь. Это дарит заряд положительных эмоций, настраивает на позитив, можно сказать, на отличный лад и дарит душевное спокойствие. В том числе у чая есть ряд полезных свойств. Это тонизирующие свойства, бодрящие свойства. То, что нужно для того, чтобы провести отличное время в приятной компании. Сегодня в библиотеке пенсионеры узнали о традициях чайной церемонии. Какие виды чаев бывают. Интересно, что в каждой стране традиции чаепития свои. Особенно чайные встречи в России были популярны в зажиточных дворянских и купеческих семьях. Их хорошо изобразил Кустодиев. Он показывает образ сытой, счастливой России. Такой, какой она была до революции. Это смеющиеся, пошнотелые барышни, сидящие за чаем. Это ярмарки. Это мужчины, остановившиеся где-то в трактире насладиться чаем. Какое же чаепитие без самовара. Напиток был огненным. Его пили из блюдечек, чтобы не обжечься. У нас принято пить чай с сахаром, вареньем. Да в прикуску со сладким пирогом. Да вообще-то мне нравится именно какую-то старину. Самовар на нем, сушки висят. Тут какие-нибудь печенья, какие-нибудь плюшки. Но дома я люблю за самоваром. У меня постоянное такое стремление, когда подруг собираю, чтобы самовар обязательно стоял. Конечно, чтобы сушки были, варенье. Но сейчас торты сразу все приносят, пекут. И до сушек, до варенья практически не доходит. Изначально в древности чай считался лекарством. Популярным чаепитие было и в Воронеже. В конце 19 века на улицах Большой Девичинской, Плехановской, Кольцовской, Никитинской были чайные. Их открывали как альтернативу трактирным для борьбы с пьянством. Здесь же при чайных устраивались небольшие библиотеки и можно было играть в настольные игры. До появления в России китайского чая пили травяные. Поэтому у нас в России черный чай было принято смешивать с травами, душицей, зверобоем или чабрецом. Эта традиция во многих семьях цела до сих пор. Я люблю чаи разные, вот каждое утро. Но почему-то я сейчас перешла на иван-чай. Вот, китайский, думаю, нашу Россию тоже поддерживать надо. Иван-чай мне очень нравится. У нас сейчас стали его продавать, вот, и на рынках есть он. Вот, и его хоть на ночь пей, этот чай. И он не влияет, так сказать, на сон. Хороший чай. Ну и вот и китайский. Люблю зелёный чай, люблю белый чай. Конечно, узнаём новое. Как заваривать, как пить. Мы привыкли, что заварил, воду вылил. А это вот единственное, что два раза надо. Конечно, новое мы познали сегодня. У нас укоренилось в последнее время глубокое заблуждение, что если человек на пенсии, то жизнь закончилась. Но а после завершения карьеры можно вполне себе счастливо и активно проводить время. В Воронежском регионе так сложилось, что число людей пенсионного возраста, преобладающие над молодёжью трудоспособного возраста, 27% против 16%. Задача проекта старшее поколение – увеличение продолжительности активного периода жизни человека до 67 лет к 2030 году. Поэтому так важно, чтобы пожилые не оставались в одиночестве, а развивались. Следующая встреча в рамках проекта будет уже в среду. Пенсионерам расскажут о финансовой грамотности. Как только станет теплее, будут организованы атмосферные пикники.